Президент Беларуси сегодня встретился с председателем российской госкорпорации Банк Развития и внешнеэкономической деятельности Сергеем Горьковым. Александр Лукашенко гарантировал поддержку работе Внешэкономбанка в Беларуси. И сегодня же в Минске подписано соглашение между белорусским правительством и Внешэкономбанком. Документ предполагает создание совместной интеграционной платформы развития. Одно из предприятий, которое планируется вовлечь в работу – крупнейший белорусский производитель карьерной техники БелАЗ. В Гамбурге сегодня собрался Совет министров иностранных дел государств участников ОБСЕ. Беларусь на встрече представляет глава МИД Владимир Макей. Он проведет в рамках Совета ряд двусторонних встреч. Крупнейшее ежегодное мероприятие ОБСЕ проводят для обзора текущей ситуации в регионе и определения задач на перспективу. На встрече в Гамбурге обсудят широкий спектр вопросов в рамках всех трех измерений ОБСЕ – военно-политического, экономико-экологического и гуманитарного. 9 декабря Беларусь отметит юбилей классика национальной литературы – 125 лет со дня рождения Максима Богдановича. Основные памятные мероприятия пройдут в столице. Так, около полудня в храме памятники всех святых будет заложена капсула с землей с могилы Богдановича в Ялте. После у памятника поэту в Минске состоится литературная акция «Растем вместе с Максимом». Вип-персоны и представители общественности прочитают произведения Богдановича. Там же вечером пройдет и памятный митинг.